Ну а перед началом просмотра я рекомендую вам подписаться на канал Play Games. На этом канале вы найдёте атмосферные прохождения различных игр, как новых, так и старых. Также на канале проходят различные розыгрыши и интересные стримы. Подписался я? Подпишись и ты. Ссылочка в описании. Привет, друзья! Вы смотрите банальное ТВС с вами Турбо. И сегодня я продолжаю играть в Штормворкс. Вас приветствуют, так сказать, трамбамбунские авиалинии. И сегодня... Самолёт, ты куда, блин, едешь? Пацаны... А, блин, я забываю. Да, давайте мы зайдём быстренько внутрь, потому что он иначе куда-то едет вбок. Блин, надеюсь, что я смогу взлететь. Ну да ладно, в общем, что я бы хотел вам сказать. Сегодня мы обслуживаем сборную трамбамбунди по пляжному мини-волейболу. Сейчас я вам представлю каждую звезду этой команды, так сказать. Ну, они все звёзды, естественно. Они смотрят, куда вы смотрите? Что там? Что вы там увидели? Странные люди. Ну, в общем, так, знакомьтесь. Это Виктория Каратышкина. Это Леонид Амдравевич. Амдравевич. У него сложная фамилия. Я всё время забываю, как она звучит. Он, кстати, чем-то похож на Ленина. Но вот его в команде называют Ленин. Он уже пожилой. Ну, чисто ветеран команды заводила. Ну, не заводила, а вот такой, знаете, как батя в команде. Капитан команды, между прочим. Так, это Элеонора Ла Коко. Элеонора Ла Коко. Это французская, французская, так сказать, легионерка. Я не знаю, есть ли такое слово легионерка. В общем, она за большие деньги играет за сборную трамбомудии, так сказать. Ну, вы понимаете. В общем, натурализовали. В общем, меня это не касается. Так, это Сержелла Приставкина. Вот, это сестра Сергея Приставкина, которая играет за молдавский тракторист. Вот, Сержелла Приставкина. Хорошая женщина. Очень хороший у нее удар поставлен. Так, ну, это, как вы понимаете, Джон Смит. Джон Смит, это тоже очень хороший, очень хороший игрок. Видите, он накачанный, мускулистый, сексуальный. В общем, все как надо. Не спрашивайте, не спрашивайте, почему они все в этих трубках каких-то, да. Ну, у них просто аллергия на воздух, поэтому вот так вот. И, естественно, Ангелина Блэк, тоже хороший игрок в пляжный мини-волейбол. Напомню, что в пляжном мини-волейболе играют 3 на 3. Поэтому, как вы видите, 6 человек. 3, так сказать, основной состав, основная тройка и 3, так сказать, резервная тройка. Ладно, все, что я вам объясняю. Просто следите за чемпионатом Трамбамбунди по пляжному мини-волейболу на канале, на телеканале Банальное ТВ. 8 вечеров каждый день. Так, ладно, закрываем дверь. Я, так сказать, Сергей Приставкин, я, так сказать, Турбен Сибанальный. Я, ну, один из лучших пилотов нашей авиакомпании, телеавиакомпании, так сказать. Так, что надо делать? Надо запускать, во-первых, запускать двигатель. А куда надо нажать, чтобы запустить двигатель? Конечно же, на джет-стартер. Естественно, я над вами прикалываюсь, потому что я лучший. Я лучший в своем деле, я лучший пилот. Как видите, у нас синий-зеленый, синий-зеленый самолет. Проблемы, проблемы, проблемы с доступом. Нормально. Главное, что мы летим, друзья. Главное, что мы летим, но мы летим слишком быстро. Не помню, что надо уменьшить тхротли, либо вот это. Так, все нормально, друзья. Немножко, конечно, проблемы со взлетом у нас получились, но в этом ничего страшного. Главное, что мы летим. А, блин, я еще тормоза не выключил. Ну, я просто мало спал, как вы понимаете. Как убрать, я забыл. Вот тут, да? Ранен. Как убрать эти-то? Я забыл. На какую кнопку нажать, чтобы убрать лендинг-гир? Все. Все, дорогие друзья, летим. Все. Мы вылетаем, так сказать, из города Перемышль. Перемышль. Это один из крупнейших городов в Трамбамбунде. В северной Трамбамбуде находится этот город. Город Перемышль. И мы перелетаем в город Нижний Сахарок. Нижний Сахарок тоже очень известный город. Он славится своими сахар... А сахар... Что пиликает? Что пиликает? Опрочинг-таргет. Что такое опрочинг? Я просто, блин, я только Трамбамбудский язык знаю. На английском я не очень хорошо разговариваю. И вообще не знаю английский язык. Опрочинг-таргет. Что-то у нас не работает. Так, ладно. Я могу выставить, чтобы высоту лететь. Мне дали самолет не тот какой-то. Я все время на другом лечу. А у нас компас, походу, не работает. Или что? А, у нас самолет летит. В одну сторону. Блин, пацаны, да. Проблема в том, что при взлете получилось так, что мы немножко задели крылом. Задели крылом. То, что не надо было задевать. Поэтому, смотрите, мы летим кругами. Дайте я карту открою. Да, мы просто летим кругами. Нужно что-то делать. Надо... Ладно. Пока мы летаем кругами. Так, мы не падаем. Пойду проверю, как... Что такое? Можно я обратно сяду? Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Я не хочу быть снаружи. Что такое? Ладно, я сяду туда. Все, нормально. Фу, блин. Ну, ребят, я думаю, что вы видели немножко... Это, видимо, из-за слишком высокой высоты, так сказать. Немножко меня перехмыхнуло. Так я хочу выйти. Дайте выйти. Так, все. Мне надо просто узнать, как тут наши звезды... Ого, меня... А что меня так высасывает-то? Блин, ребята, ну это вообще... Ладно, давайте сядем обратно. Я не могу там передвигаться. А в чем проблема? Пацаны. Проблема в том, что, да, вот мы сейчас летим просто кругами, так сказать. Непонятно, с чем это связано. Ну, конечно, я понимаю, с чем это может быть связано. Это может быть связано вот с этим крылом. Но проблема в том, что... Сколько у нас топлива? У нас высота уже очень высокая. Я могу, кстати, вот это... Передать контроль. Да, могу. Слишком высокая высота, во-первых, у нас. Топливо слишком быстро съедается, поэтому нам нужно найти где-то... Где-то... Блин, смотрите, я просто... Меня просто всасывает сюда. А, я понял, что... Надо закрыть вот эту дверь. Надо вот эту дверь закрыть. Вот, все. Все, нормально. Так вот, что я хотел сказать. Нам нужно найти где-то запасной какой-то аэропорт. Кстати, ребятам холодно. Нужно найти запасной какой-то аэропорт, аэродром, чтобы... Блин, а я так... Подождите. Чтобы... А я... Подождите. Меня высасывает? Меня засасывает опять куда-то? И что? И дайте мне сказать-то. Надо найти запасной аэродром, чтобы как-то сесть, спастись, наверное. Так. Ладно. Могу взять вот этого. Посадить его сюда. Сам пересесть сюда. Ой, у меня, кстати, мало жизней. Проблема в том, что у меня мало жизней. Из этого вытекает то, что я могу умереть при следующем вставании и садении. Присаживании, так сказать. И это мне не очень нравится. Блин, ребят. Видите, проблема, опять же, Штормворкса в том, что... Почему когда ты в самолете летишь, ты встаешь с сидушки и у тебя тратится жизнь? Я бы мог постараться сходить, полежать, чтобы полечиться. Но проблема в том, что, скорее всего, я не дадим. Так, если я буду... Ой, во. Я когда с присадкой... С присадкой я сажаюсь. Выхожу дальше. Мне вроде как более-менее... Нет. Ребята, я сейчас умру. У меня потемнело в глазах. О, подождите, а может быть там... Кровать. Кровать. Я могу поспать. Я могу поспать. Я умер, когда спал. На самом деле, ребята, это просто пока я спал, мне приснился страшный сон. Небольшой, да? Ну, как бы... Небольшой страшный сон мне приснился, поэтому... Вот это я, смотрите, я такой во сне выхожу, смотрю. Ну, ладно. Пора просыпаться. Пора просыпаться. Ух, ребят, все, я проснулся. Добрался до места пилота. И все-таки понимаю, что надо что-то делать. Надо что-то делать с нашим самолетом, потому что так далеко мы вряд ли сможем куда-то уйти, поэтому нам нужно найти... Найти какой-то запасной аэродром. Благо, навигация... Навигация вроде не повреждена. И как я... Так, тихо. И как я понял, по карте... По карте где-то правее... Правее есть запасной аэродром. Запасной аэропорт. Точнее, не запасной, а просто, ну, аэропорт другого города, да? Хоть нам туда не надо, но я не готов рисковать жизнь у пассажиров, потому что, как вы понимаете, жизнь пассажиров превыше всего. Даже превыше, чем моя, хотя моя жизнь достаточно дорогая. Все-таки я лучший! Лучший пилот Трамбамбунди, да? На минуточку. На минуточку лучший пилот Трамбамбунди. И, судя по картам, где-то здесь есть... Да, вот, ждет напосадочная полоса, на которую нам нужно и постараться, постараться посадить наш самолет. Проблема в том, что... Проблема в том, что, как бы... Вы понимаете, что это не самая простая задача. Самая простая задача. Так, мы еще достаточно высоко, нам нужно сужаться, снижаться, даже не сужаться. Так. Надеюсь, что у нас все получится, потому что, блин, ни хрена не видно. Так, мы... Сколько мы летим? 190-180 метров. Достаточно низковато. Вон наш аэродром. Как вы видите. Сейчас пойдем на разворот, попробуем посадить его. Попробуем посадить наш самолет. Замечательный. Но он очень-очень не хочет поворачивать. Благо, что хоть он перестал летать кругами. Это уже хорошо, да? Что-то произошло. Он перестал летать просто тупо кругами. Но проблема в том, что все равно у нас левое крыло повреждено. Поэтому... Поэтому вряд ли мы сможем как-то хорошо сесть. Но турбенте банальный. Был бы не турбенте банальным, если бы не попытался. Если бы не попытался, в любом случае садиться надо. Садиться надо. На воду садиться опасно. Во-первых, она ледяная. Во-вторых, акулы, да? В этих местах. В этом... В Трамбамбунском заливе водятся смертельно опасные акулы. Да. Я не знаю. Не помню их название. Просто смертельно опасные акулы. Мы их так и называем, в принципе. Так, я думаю, что можно немножко... 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 Смешать скорость. Проблема в том, что... Проблема в том, что не получается никак... Не получается никак шасси выдвинуть. Поэтому придется сажаться. Сажать так, как есть. Ох, ребята. Надеюсь, что все будет хорошо. Надеюсь, что все будет. Ой, да. Посадка не самая мягкая, конечно. Но вроде как... Вроде как все целы, поэтому... Так, давай-ка встанем. Так. Ребята. Все в порядке. Вроде все живы. Отлично. Тихо, 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 тихо. Самолет, не взлетай только. Тихо, тихо, тихо. Сейчас еще, блин, взлетит еще разок. Что нам, конечно, не надо. Блин, вот хреново, хреново, конечно, получилось. Но главное, что все живы так. Ребята, сори. Так, блин, нахренайте взял с собой. Извините, дорогие друзья. Понимаю, что у вас там важный чемпионат мира. Чемпионат мира, да, по пляжному мини-волейболу. Но придется вам ждать другой рейс. Давайте-ка я вас сопровожу. Сопровожу куда-нибудь. В местное. Что здесь? Вот там есть какой-то ангар. Вам придется там ждать. Да, самолет, конечно. Самолет, конечно, жалко. Самолет, конечно, жалко. Но ничего, ну ничего. Я здесь не виноват. Я сделал все, что от меня зависит. Конечно, при взлете. Возможно, это была моя ошибка. Возможно, нет. Обязательно пишите в комментариях, чья ошибка была при взлете. Но мне кажется, это инженеры что-то там намудрили. С самолетом что-то там неправильно сделали. Видели? Он стоит на месте и крутится, да, самолет. В этом моей вины точно никакой нет. Поэтому я сделал все, что от меня зависит. Я спас людей. Спас себя. Сделал все, что мог. Сейчас наша дорогая команда по пляжному мини-волейболу. Они дождутся. Дождутся, я думаю, другой самолет какой-то. Должны прислать. Местные власти должны прислать за ними другой самолет. Который, скорее всего, поведу, естественно, уже не я. Потому что мне нужно оправиться после того, что было. Потому что не каждый день со мной. Хотя, если так подумать. Если посмотреть видео на канале. По-моему, каждый день с турбентом банальным происходит что-то такое. Так, вот, ребята, посидите. Вот там вот все не можете посидеть. Где-то можете посидеть, что-то поделать. Вот. Я надеюсь, что все с вами будет хорошо. Мы когда-нибудь еще... Что делаем? Когда-нибудь еще обязательно увидимся. Стоп-половинг, стоп-половинг. Кто-то за мной еще бегает. Так вот, это женщина. Женщина. Там может... Да отстаньте от меня! Я понимаю, что я вам очень понравился. Но отстаньте. Все, стоп-половинг. Все. Все. Ну ладно, давай поцелуемся. Все, поцеловались. Так, все. Все, давайте. Я отзвонюсь. Скажу, чтобы за вами прислали другой самолет. Блин, я открыл еще больше двери. Ладно, сами закройте. В общем, друзья, на этом... На этой ноте. Так, давайте пойдем посмотрим на самолет. Так сказать, на фоне самолета будем прощаться потихонечку. В общем, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большущие гигантские пальцы вверх. Пишите какие-то свои комментарии. Это новая серия по Stormworks. Не заставит себя долго сдать.